всем привет три наши диеты подошли к концу наконец-то и сегодня мы расскажем о том как это было и какие из этого мы сделали выводы и самое важное результаты добились ему чего-то или нет да день x настал день x для коли три недели три человека три разные диеты ну чё все начнем давай первый я буду последний давайте мы сделаем замерчики так мы в замешательстве кто-то херово меряет или кто-то похудел еще раз по сосочкам ровно пальцы эти не стоят на прижать потому что самые точные измерения на клайм хабе ну 96 с половиной животное погулять 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 проверяем 77 с половиной так что нам говорит таблица 79 уменьшился ли пердак у а теперь самое важное я не знаю где-то здесь ими динь 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 оп взяли сосок сосок там складки намел хватит 2 и 8 они стояли здесь без шансов 1400 дать калорий напрягаем банка выросла это же хорошо алёха тренировался будем аккуратно снимать потому что здесь очень холодно выше пояса жопа уменьшилась были дрищами дрищами и остались и сейчас мы приложим фотографии которые до и после ну а теперь по порядку и так вадим расскажи нам насколько белковой была твоя диета и как как жить насраны без углеводки я взял себе запеканку творожную не сладкую без варенья ребят я столкнулся с несколькими проблемами с этой белковой фигней потому что во первых это дорого ну вот закупились короче перешли на такое питание кефирчик у нас однопроцентный молочко обезжиренная рыбка морковочка немножко овощей травка яйцо вот попробуйте фигня питаться ближайшее время что там пожрать на ужин там рыбный стейк опять рыбка надеюсь что я хотя бы под водой плавать научусь долго если буду ее много жрать а так немножко уже надоедает 3 ветки что-нибудь такое это как сегодня у нас очередной белковый ужин это реально не дешево и там косарь слить итаку за вечер это блин как-то дороговато получается особенно в настоящее время второе когда ты на скалах жрать белки тоже невозможно во первых опять же что ты с собой туда повезешь там на несколько дней там нет ни холодильника нет ничего типа очень очень сложно на скалах соблюдать поэтому я вот в первую очередь грешил на скалах грешил на тусовочках на всякие да это очень тяжело да тема тема помог так что делать когда ты на белковой диете но на низкоуглеводной диете и не можешь жрать бургеры как все нормальные люди с булочками на низкоуглеводной диете надо брать бургеры в листьях салата ну и блин в конце концов ты реально устаешь от этих белков то есть я все равно меня была какая-то норма по углеводам в день но это очень сложно очень мало ты все время там считаешь выпить сок там фреш какой-нибудь на завтрак и после этого вообще ничего не есть либо там съесть салатик там овощей хоть немного или фруктов это сложно задалбывает и хочется чего-то просто нормальной еды пожрать каждый раз когда я нарушал количество углеводов я все равно придерживался какого-то лимита питания то есть я не обжирался я ел углеводное там может макароны какие-нибудь съел после этого не ужинал то есть в целом это было диетично но не по тем условиям которые мне были изначально заданы слушай водос ты же сидел на диете когда готовился и к соревнованиям и к африке вот и там была реально суровая белковая так сказать диета расскажи про нее но для тоже у меня была не полностью белковая диета тогда у меня были углеводы просто они тоже были лимитированы и тогда в первую очередь было много мотивации сейчас все соревнования отменены скалы закрыты ради тренировок дома блин не знаю мне не хватает реально такой терпелки и вот настроя чтобы решиться и отказывает себе во всяких шалости ой это что у нас тут такое вино что ли вот это удача так 73 с половиной килокалорий это слишком много для коли ой как жаль да и легче такое на ночь жрать нельзя отсосите ребятушки тут еще есть говядинка вот он низкоуглеводный ужин в тот раз у меня получилось за счет мотивации добиться хороших результатов сейчас мотивация меньше было наверно только одна это вот этот видос поэтому результаты есть но не такие значительные и больше легче сорваться валик но выглядеть и стал посерьезнее потому что в прошлый раз когда мы делали замеры я искренне смеялся несколько минут потому что такого я в своей жизни не видел да сейчас в этот раз не получилось взять себя в руки и хоть немножко сейчас хочется обожраться но я буду все например на следовать но не повышать короче обороты следует николай и коля николя как ты считаешь цифра 1600 это большое число ну если это зарплата в евро то много если калории не совсем нет завтрак без сахара ладно расскажи свои ощущения как ты живой мы очень рады что ты все-таки выжил с такой жесткой диетой расскажи свои ощущения как ты добился такого своей жизни чуть до чего докатился да бицуха упала предплечье скатилась жопа короче хрен с ней с жопой неделя шла довольно легко то есть я активно и лазал и в течение дня можно было как бы мало есть мне было легко все это переносить итак я задолбался считать калории я скачал специальное приложение каждое блюдо мне приходится взвешивать считать сколько там граммов сколько калорий последний прием пищи савкин конечно не за вечером не зря весь день голодом я как идиот взвешивал бокал вина карл бокал вина мне кажется я стал просто мастером и теперь уже сверну там 50 70 здесь 120 следующий вопрос готов какие продукты у тебя были в рационе составлял вообще свой рацион еды то есть типа ты не ел три пачки чипсов и два сникерса в день и вилл и пил воду да ну самое эффективное я жрал просто омлеты и яйца яйца и овощи все это как бы было очень сытно друганы на ближайшие три недели мистеры капустки и морковка во две недели я реально взвешивал каждый грамм считал каждый выпитых бокальчик вина и пиво всего почти 200 калорий эти гады хотели меня обмануть я думал добавить пол-литра но там было 450 меня так просто не проведешь я считаю калории и вот спустя там почти на половине срока сошел мой первый первый срыв так сказать с крылышками если честно после него не стало намного проще то есть весь этот срок был довольно длительный если не давайте каких-то послаблений то очень тяжело это я видел как бы все эти стеллажи с продуктами которые я себе мог позволить и ну это был все время такая стресс проверка своей устойчивости а потом мы занялись ремонтом у меня там немного было травмировано колено я перестал лазать и вот как бы все это наложилось и последняя неделя просто пошла под откос потому что я мало лазал у меня не было активности я чувствовал что я начинаю сдуваться у меня уходят мышцы и я чувствую голос постоянно и в общем последняя неделя была очень жуткая и меня это уже все задолбало если честно коля и почему же ты тогда набрал на и такой диете когда ты почти ничего не ел вот не на самом деле мы вчера посидели проводили тему другого я надеюсь что это из-за этого сколько ты скинул признаваться плюс 600 грамм в чем заключалась собственно диета что я пробовал что не пробовал во первых не есть перед сном во вторых всякие разные мифы что с утра все что угодно кушать в отличие от этих двух неудачников я с утра могу есть все шоколадки печеньки и запивать их кофе сколько я хочу с добрым утром друзья с утра ведь все можно что надо нюхать еду перед самой едой якобы это сбивает аппетит выпивать стакан воды в общем попробовал все эти замечательные пункты я говорю свое мнение что это не работа нет расскажи что это было самого сложного в той диете как как ты справлялся с тем что тебе нельзя было есть перед сном долгое время какие проблемы основные были учитывая то что в моей дети не надо было есть вечером точнее перед сном я всегда делал наоборот что я наоборот не завтракал вечером мог себе позволить прием пищи то это был полный пипец потому что мне надо было отказаться от приема пищи вечером а хотя у меня не было приема пищи с утра и эти два отпадают и у меня получалось один нормальный прием пищи и если честно это поначалу меня прям водила в ступ еще одним аспектом тяжести было то что на этом очень интересном карантине было довольно много тусовок и иногда не получалось соблюдать режим во сколько ты ужинал обычно обычно я ужинал наверное часов в 9 но когда были тусовки можно сказать что я тоже нормально уж но мы встречались с друзьями и могли лечь просто 10 утра по сути я не ел перед сном этом поели вечерком лица два часа ночи по покушал и в 10 утра 10 утра лег нормально ребят вполне тебе подходит вот на самом деле что хочется сказать по этой диете это будет не для каждого удобно потому что лично в моем случае что я рекомендую каждому смотреть по своему состоянию если ты работаешь вечером если ты там занимаешься спортом вечером приходишь домой в 12 в час в одиннадцать даже но если покушать 6 ты сдохнет в таком режиме подходит тем кто ложится спать в 10 вечера и заканчивает работать в 5 видос закончится и я буду делать не так но немного сработало между прочим надо на должное класс мотивация в общем ребята диета не диеты очень важно понять что вы хотите получить в итоге потому что без правильной цели мотивации это все будет бесполезно вы только потратите время впустую нервы и это не будет того стоить если есть цель идите к ней худейте терпите и вам будет это даваться очень легко не важно сколько раз ты упал важно сколько раз ты поднялся с кокосом чирс подписывайтесь ставьте лайки следите за всеми нашими следующими видео идеями мы сделаем интересное дальше чао я уже забыл что такое шоколад на губах